В порядок нужно привезти и кладбище в Иркутске. Жители сразу нескольких районов города пожаловались на состояние погостов. Контейнерные площадки там давно завалены мусором. Отходы уже бросают прямо возле могил. Александра Якубчик продолжит тему. Лучше некуда. И действительно, отходы девать на Радищевском кладбище в Иркутске некуда. Здесь контейнерная площадка с баками давно превратилась в свалку. Любовь Злагодухова приезжает сюда регулярно на могилы к родственникам. Утверждает, что такую картину наблюдает давно. Приезжала перед родительским днем. На родительский день убрать. Мусор уже некуда было слаживать. И так это идет до сих пор. Мусор лежит что на дорогах, что даже проехать невозможно. Какое-то может уважение быть. Могилы уже мусором завалены. Из-за накиданных веток и старых венков не видно даже контейнеров для мусора. Да и они тоже полные. По словам тех, кто приходит сюда на могилах близких, в некоторых местах отходы не убирали еще с осени. Видимо, это место одно из таких. Потеряла свою актуальность и это предупреждение. Из-за стертых букв оно теперь выглядит как призыв. Поэтому мусор оставляют уже и здесь. На Новоленинском кладбище ситуация не лучше. Прямо около могил лежат мешки с мусором и ветки. Но проблема возникла не сейчас. Еще в мае подрядчика оштрафовали на 150 тысяч рублей за некачественную уборку кладбищ. В адрес организации тогда мэрия направила более 15 претензий. Также в мае прокуратура потребовала привести в порядок кладбище на станции Батарейной. Тогда отходы вывезли. Сейчас прокуратура вновь проводит проверку. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства в обращении с отходами производства и потребления в местах захоронения в Куйбышевском и Ленинском районах города Иркутска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В мэрии горожанам заявили, что для содержания кладбищ не хватает рабочих. В итоге погосты превращаются в свалки. Причем с множеством отходов, которые разлагаются сотни лет. Это все пластик в основном. Если это лежит на поверхности земли, значит благополучно проникает в почву. В грунтовые воды, а потом благополучно попадают в реки, озера. Поэтому экологи призывают отказаться от тех же искусственных цветов. Альтернативный вариант – посадить многолетние цветы у могил. В мэрии же нам пояснили, что в этом году контракт на обслуживание кладбищ выиграла компания, которая ранее не занималась такими работами. Администрация ведет претензионную работу с подрядчиком. В том числе организация получает штраф из-за нарушения условий контракта. Александр Якубчик, Владимир Пинаев, Виктор Черкашин. Новости по будням.